Песня плывет! Она ставит просто самые дикие моменты. Здесь практически просто уже убийство происходит. Через 10 минут мы выйдем. Что не так? Вы знаете, кто такой Джонни? Их много. Ведь без себя деньгам не дать. Привет. Знаешь, кто такой Джонни? Да. Это как постанова выглядит. А кто такой? Это сериал из индийского кино. Нет. Нет. Я хочу сказать, что это не подстава. Это просто рэндом. Спасибо. А ты знаешь, что это? Нет? Да вот и колесно. Ты подыграла, да? Спасибо большое. Привет, девчонки. Девчонки, привет, 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 привет. Здравствуйте. А это ваша мама? Да. Блин, какая красивая. Здравствуйте. А вы знаете, кто такой Джонни? Да. Да? Да. А кто это? Привет. Серьезно? Да. Прикольно. Круто. А что он поет? Песни. Какие? А знаешь, как он выглядит? Да. Ну ладно, все. Ну прикольно, давайте обниму тогда. Как я? Я его брат-близнец. Спасибо большое. Ладно, извините, что так. Спасибо. Можно еще раз? Да, конечно. А вы знаете, кто такой Джонни? Нет. Нет? А, ну ладно, круто. Вы знаете, кто такой Джонни? Джонни? Да. А вы слышали песню «Комета»? Наверное, нет. Ну, ладно. Ну, тогда хорошо. А вы знаете, кто такой Джонни? Нет? А песню «Аллею» слышали? «Комета». Давайте я вам напою. Давайте. А я все думаю о ней, о ней, о ней. Нет никому не рад, не рад, не рад. Она ярче огней, огней. Те, что светят по ночам. Слышали песню? Да, да, да. Серьезно? Прикольно. Так вот это я. Знаете, кто такой Джонни? Их много. Это «Комета» слышали песню? Нет. Хотите напою? Можете попробовать. Все, без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. Ведь весь тебе день ко мне дать. Нет? Не узнали? Нет. Ну ладно, хорошо. Послушай крутой трек. Ладно, дальше тебе. Всем привет. Меня зовут Джонни. Мне 23 года. Я хочу поехать в Африку. Потому что я хочу изучить их культуру, и вообще побывать там, и посмотреть, какой там климат. И вообще, это моя большая мечта просто была с детства. Я могу проиграть в PUBG в 7-8 часов. Каждый раз, когда я получаю награду, я мотивируюсь и радуюсь. Особенно, если это еда. Мои родители часто мне говорят, что я толстею. Последний раз я отвечал на сообщения в директе вчера. Нет, ночью. Ночью. Сегодня ночью. Моя популярность приносит мне возможности. Ну что, погнали, посмотрим технику. Сейчас мы, на самом деле, будем искать подарок для вас, дорогие зрители. Дождитесь конца программы. Узнаете о том, как можно получить подарок, который лично купит. Можно перемотать. Я много говорю, но неважно. Причем, который лично сейчас выберет Джонни, и его поцелует. И мы его, амаматер, отправим, обещаем. Портативный кинотеатр. Смотри, тоже прикольно. Блин, я даже не знаю. Мне говорили, что это отстой. Вот там вот наушники. Вот, вот, колонки. Давай такой берем. Так, берем. Хочешь колонку? А почему у тебя в инстаграме ми? Не знаю. Точками. Я подумала, что я. Типа, ми. А, типа ты. А я-то решила, что это ми как middle is. Я думаю, вот, что-то заближу на стол. А сколько у тебя пар кроссовок? Да фигня. Четыре. Всего четыре пары, не гони. У тебя в инстаграме, весь инстаграм в каких-то крутых кроссах. У тебя много кроссовок? Не придумывай. Что четыре пары прям. Кроссы мои годные, фирмы Lacoste. Музыка, опиум, быстрый наркоз. Я задаю стиле их, стиле. У меня, типа, белые языки, розовые языки, и форсы штук четыре, там, три, ну, типа, два белых, один черно-белый, один черный, который я никогда не ношу. Всего четыре. Ну, типа, они, ну, одинаковые все, то есть, я их, ну, я не, это, как это сказать, не разнообразничаю, короче. Да? Не знаю, ну, на водках кажется, что у тебя очень много пар. А ты вообще любишь шмотки? Обожаю. Да? Мне нравится минимализм, мне нравится однотонное все, я не люблю, когда очень много надписей и так далее. И я, в принципе, каждый раз подбираю цвета, которые, ну, мне подходят, там, по цвету кожи и так далее. Я знаю, какие тебе нравятся. Тебе нравится лунный цвет, темно-синий и черный. Я это в каком-то интервью слышала, правда? Да, да. Я молодец. У него на кроссовках просто его имя. Замотаемся? Там Джонни. Чш-чш. Да? Там Джонни, Джонни. Что у нас тут, рава, мюзик. Все понятно. Это какой-то эксклюзивный. У меня такой же костюмер такой, если я делаю. Ты серьезно? Да, почти ладно. Только двусторонние, это эксклюзив. У меня тоже, как у тебя, кроссовки. Что, прям такой? Односторонний. Ну, ладно. Какой серый? Плюс синий. Ну, ничего, ладно. Мы что, будем в одном костюм, если в одинаковых костюмах? Серьезно? Крутяк. Вы же как? Мы же прям чувствуем друг друга за два дня, понимаешь? Ты дорогую одежду тоже покупаешь? Или все-таки ты предпочитаешь? Конечно, ну, так редко. Ну, там, не за 100-200 тысяч, там, это, мне кажется, смысла нет. Никакого. Ну, если мне прям очень вещь понравилась, прям очень сильно понравилась, ну, и она там дорого стоит, ну, я возьму, типа, чего нет. Ну, какая у тебя самая дорогая вещь, как покупка, приобретение была? Я так не вспомню даже. Дизель, по-моему, джинсы. Дизель, джинсы, ну, сколько они стоили? Это в районе, там, 50-60 тысяч. Часто ли ты носишь какие-то подобные цепи, или ты конкретно эту носишь просто? Я не передаю особого, там, символизма к этому, да, там, то есть, если там цепочкой не надену, все, день не получится, там, и так далее. Ну, просто он мне нравится, я пытался что-то такое найти, что в на шее можно накинуть. И когда я выпустил пустой стакан, мне Андро подарил цепочку свою, типа, она такая толстая, я ее носил первое время, но потом я, ну, первое время мне она нравилась, потому что это что-то новое, я в ней себя уверенно чувствовал, как я раньше говорил. Но потом, я так посмотрел, она как-то, ну, допустим, я одеваю иногда полуклассические вещи, и цепочка слишком такая, ну, огромная. И тут мне, короче, подогнали такую цепочку, а потом отдельно кулон. У него левое ухо видно, а правое нет. А реально? А я левым лучше слышу, чем правым. А, да? Ну, это какая-то врожденная история. Ну, да, ну, это просто, не знаю, по телефону я так разговариваю, только левое ухо, правое. Ну, подожди, ну, ты как-то проверялся, и одно ухо у тебя лучше слышать? Не-не, я хорошо слышу, просто, ну, как-то, ну, это как, типа, левша-правша. Вообще, вот, есть такая штука, может быть, ты веришь, может, нет, что ты, когда отправляешь в космос какой-то запрос, вот ты что-то очень хочешь, ты просто об этом думаешь, в какой-то момент приходит тебе либо какой-то ответ, либо исполняется свое желание, или как-то. У тебя часто так бывает? Да, я сторонник того, что мысли материальны. У тебя, как, что произошло в твоей жизни, вот, недавно, например? Да, все, все. Просто я очень уверен к чему-то, я такой, блин, круто, и я пошел. Типа, чувак, там, надо сначала поговорить, там, может, ну, там, разрешению родителей спросить, там, ну, с детства так было, я такой, да, не разрешат. Полная уверенность какая-то была, всегда была в своих желаниях, своих таких-то поступков. Ну, вот, считаешь ли ты, что все-таки вот эта качество, да, уверенность внутренняя, она как раз помогает человеку добиваться успеха? Ну, очень сильно помогает. На самом деле, часто нам со стороны нас уничтожают просто, там, вот, в школе, там, я не знаю, я не говорю, что школа, это плохо, просто есть, допустим, преподаватели, учителя, которые, там, ну, ругают, там, и это все очень, как бы, осаждает человека, как-то, и вот такие факторы, которые, там, ну, занимаешься, там, спортом, у тебя тренер, там, что-то говорит, ты никогда не станешь, там, крутым футболистом, и ты уже такой стоишь, и это прям, нельзя таких слушать людей, надо просто слушать свое сердце и верить в то, что у тебя все получится, даже если весь мир против. Ну, а вот, раз ты к этой теме перешел, у тебя в школе были какие-то ситуации, где учителя тебя как-то не хвалили, так скажем, и наоборот? Нет, ну, я не припоминаю, я вообще очень сторонюсь негатива, и как-то, или негатив сторонится меня, я не понимаю, как это происходит, просто, если у меня плохое настроение, я лучше ни с кем не буду разговаривать, я убегаю сразу, я прям, не знаю, надеваю наушники, если я в людном месте, ну, я никуда не могу пойти, либо я просто ухожу, там, поспать. А вообще в школе ты себя чувствовала как-то уверенно, потому что ты же все-таки переехал из Баку? Сначала я пытался выучить русский, а когда я его выучил, более-менее, я уже начал, я класс весь собрал и начал особо женского учить. Реально, есть история, типа, они сидят, я такой, повторяйте за мной, это золовеска, парда, парда, и они такие, парда, тебе такая, правильно? Говорю, ты лучше всех прогнозать, я как этот стоял, блин, так преподавательница угорала. Причем у меня, ну, не было врагов вообще в школе, ну, это, наверное, из-за, точнее, благодаря брату моему старшему, на пять лет мне старше, он учился в моей школе, мы в одной школе учились, и мы вместе ходили и занимались кикбоксингом, и там весь район его знал, ну, то есть старшие подходили ко мне и здоровались, я вообще маленький там бегаю, о, привет, там, как брат, там, я такой, ну, классно, все хорошо, по себе я даже не знаю, кто эти люди. Был прикол, типа, каждый раз, когда у кого-то день рождения в классе, мы привезли подарок. Перед уроками мы собираемся у классно-руководительницы, да, в кабинете, и вот тогда начинали день вот с этих подарков. И на мой день рождения это забыли сделать, ну, забыли сделать именно утром, ну, а так помнили, и мы уже пошли на первый урок, это был урок физики, и тут прибегает классно-руководительница, и такая, они подруги хорошие, и она такая, так, стоп, мы забыли кое-что сделать, ребят, вот я сегодня день рождения у очень хорошего мальчика, и, в общем, поднимает меня и начинает обо мне говорить. И вот она говорила, говорила, говорила пожелания, и она в моменте сказала то, что человек, у которого нету врагов вообще в школе, то есть, ну, даже взрослые это видели, замечали, и мне прям реально эта фраза так засела в голове, я такой, и я задумался тогда, я такой, блин, правда, я понял то, что я вообще бесконфликтный человек такой. Мы сейчас показываем Джонни какого-то человека, а он должен сказать, с кем или с чем этот человек у него ассоциируется. Именно Галаров у меня ассоциируется с родным Азербайджаном. Юри Дудь. Интервьюшки? Брат. Брат, раба, семья, что-то близкое, родное. Элжей. Он мне ассоциируется с мультиком Ральф. И Егор Крид. Моя Сукшан. Что? Ну, песня та, что это. Блин, у Крид. Этсук Шавель. Этсук Гучи. Это XXX. Это Тентасьон. Ну, для меня он легенда. Фейс? Нет, фейс. Он у меня ассоциируется с Эшкерей. Настя влево. Элли Решка. Тамила. Тамила, ты меня утомила просто. Что тамила? Я не Тамила. Ты Лаура. Ой, Лаура. Это Тамила все революбов. А чего ты мне утомила? Я Лаура, я тебе три раза сказала вчера. Когда ты мне один раз? Ты мне тебе вчера сказала три раза, но неважно. Теперь ты будешь Тамилой. Ты напиши песню, пожалуйста, теперь. Раз уж так. Тамила? Тамила. Утомила, да? Тамила. Тамила, ты утомила. Лаура, ты... Ничего страшного. Нет, Тамила еще никто не призывал никогда. Ну, блин, в смысле, мне представили, что... Ну, ладно, типа, ну, извини, пожалуйста. Ну, извини, пожалуйста. Так, а что еще вам? Она ставит просто самые дикие моменты и ставит в эфир и скажет, это все тебе затонило. Тварь, ладно. Ты сказал, что ты кикбоксингом занимался? Да. С братом вместе? Да, мы ходили. Как-то профессионально? В номер костяну. Да, да, с тренером мы занимались. Я занимался со старшими, потому что без брата я туда не мог пойти, потому что я бы очень маленький был. И меня не пускали. А первое время с нами мама ходила или папа. Ну, чаще мам, потому что папа на работе был. А вот. И она просто нас поражала, когда сидела, читала книги, там, пока мы занимаемся, и потом переодевала нас. Ну, прям очень заботливая она такая у меня. Ладно. И, в общем, в моменте я уже понял то, что я не могу уходить один. И папа сказал, если либо ты будешь с братом, либо вообще никак. А я очень хотел. И мы договорились с тренером, тренер сказал, хорошо, без проблем, но он будет делать все то же самое, что и взрослый. Только началась тренировка, мы бегаем вокруг стадиона. Какая-то тебе лет в этот момент? Да, лет, наверное, 8-9. Отвените. Я просто теряю сознание, он такой бежать, говорит, прям, давай, все, короче. И мне брат дал руку, я упал, ну, я истощен, вообще нет сил, я, ну, это не для организма ребенка. И брат меня взял за руку, и мы убежали вместе, так. Я просто, как бы он меня тянул за собой, у меня ноги вот так вот, надо убежать, тренер убьет, надо убежать. Я, честно, не помню, по-моему, даже чуть постарше, не 8-9, ну, в общем, это было, да, это было жестко, но зато я чувствовал, что я становлюсь как-то сильнее, увереннее в себе и даже больше морально, чем физически. Мне один раз девочки поставили, и вообще, жесть, в соревновании. Типа, я такой, я не буду драться, типа, ну, все, ты проигрыш технический, я такой, ну, блин, типа, а мне до первого места все осталось, там всего ничего. Потом я такой подумал, так, она досюда зашла, типа, значит, она, ну, хорошо дерется. Мы деремся, я понимаю, что она через шлем, она платит. Но это была не физическая боль, она понимает, что у нее очень, ну, уже баллов не хватает. Я так посмотрел на болельщиков, на родителей, я такие, да, давай. Я такой, давай. А чем-то ты еще занимался, кроме кикбоксинга? Ну, я занимался и танцами всякими. Какими? Да вот, бальными занимался. Да ладно, ты бальными? Очень мало. Ты тут чай-чай-чай или что там было? Ну, да, ну, месяца три, там, может, так. Но это очень мало было, потому что до первого соревнования, я когда пришел на соревнование, и когда они там все вылизывают, другие, я такой, что это, я не хочу это. Я хотел чекунай в музыкалку, и, ну, просто не получилось. То есть мы хотели, Йосиф Гайден, музыкальная школа Йосиф Гайдена, в Новоксино я жил, и очень хорошую музыкальную школу была. Я туда, туда хотел ходить, но у меня не получилось, потому что я хотел на скрипку, а скрипачей не было, ну, заняты там были. Как-то, в общем, не получилось, в общем, я не знаю. Потом папа говорил, может, не надо, у него привьется любовь к музыке, он захочет стать музыкантом. Как мы, как мы, это я потом узнал, типа, как мы будем его потом отучивать от этого вдруг, он потом подойдет, скажет, что я хочу стать музыкантом, и так далее. Он, ну, как бы он не был против, никогда, прям так жестко, все, типа, я тебе сказал, делала. Ну, просто у него были свои планы, и он хотел как-то меня направить на нужное русло. Я сейчас считаю это очень грамотно, я считаю, что это правильно. Где-то в интервью я много читал, то, что там его отец был категорически, там где-то, что-то, я, ну, я, конечно, говорил, что он был против, но они прям начали это, ну, еще три крат добавлять к фразе, и сделали из этого такого, что как будто отец мой тиран, там, и так далее, но это вообще не так. Он говорит, блин, мы в Москве, я бизнесмен, генеральный директор фирмы, я хочу, чтобы у меня, а если один сын пошел в медицину, я хочу, чтобы второй был со мной, типа, продолжал мою деятельность. Ну, я считаю, что это очень грамотно, это правильно, и я, ну, в этой сфере учился, в невере, и пытался направить свои знания в это русло. Но я понял, что в какой-то момент, я уже два года проработал даже у отца, но я понял, что... Ты на трех работах работал? Ну, три работы, на самом деле, вот, основная была у отца, и остальные два, они были, ну, посреднические, то есть я не работал, ну, я просто искал клиентов, находил там... Для людей, которым это нужно, там, у меня были ребята, которые сайты делали, там, где... А у папы в какой области компании? Он занимается одеждой, и он думал, блин, ну, станет он музыкантом, ну, пойдет, он научится всему, и что он будет делать, он просто будет думать, так, я музыкант, мне надо пробиваться, и будет искать там, ходить по каким-то кабакам, петь там, я не знаю, там, в караоке. У нас сейчас здесь легкое караоке, караоке в машине, такой необычный формат, новый для всех, который никогда не делал... Давай с легкого начнем такого, да? А можно прям на полную сделать? Да, чтобы не слышно было, как ты поешь на поле? Будет, будет. И все вместе. И you say I'm crazy, but you don't think I know what you've done, but when you call me, baby, I know I'm not the only one... Так, ладно, распелись. Обрати внимание, что я тебе не мешаю, я не порчу, я не порчу, ты прикалываешься, ты хочешь, чтобы народ услышал просто, как я ужасно пою, не надо. I want you stay with me, because you're all I need, and this is love, it's me to see, but darling, stay with me. Смотрел из Верополис? Обезьянка по имени Джонни поет вот это. Чемпион Майкл Джексон. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сердце поет эти слова о тебе, Москва. Муслим Магомаев – это просто он настолько гениален, настолько у него парфетный голос. Просто можно слушать его. Просто не хочется даже, а хочется слушать его. Я, конечно, могу изобразить, приблизительно хотя бы спародировать кого-то. Но после Магомаева это, мне кажется, обрил. Он вообще просто космонавт. Сейчас уже Джонни переоделся, и он должен быть в таком же костюме, как и мой. Ну, почти в таком же, понимаете. Сейчас посмотрим, где он, в чем. Сейчас я ему вручу. Привет, а я буду портить кадр сейчас. А мы сейчас очень подходим с Джонни, у нас луки похожи. Сейчас тебе вручу, сейчас врежешься. Можешь подсветиться. А, кстати, как джедай почти, да? Как лас я придумала. А что, у нас реально костюмы похожи, смотри. Реально похожи. Про твой самый первый заработок расскажи. Я колу раздавал, короче. А, да? Где? В метро? В... Э, нет. Поклонная игра. Да? Просто раздавал. Просто колу раздавал. Это, открывал их и давал. Там эксклюзивные баночки были, там, к олимпийским играм. Ну, что-то такое, типа. Сколько лет тебе было, когда ты сделал вот это промо? Четыре. Четырдесят лет. И сколько тебе денег заплатили? Тысяча десять. Десять тысяч? Ну, хорошо, слушай. Четырдесят лет. Прикольно. И на что ты потратил? Я... Этот... У меня была девушка, и ты... В четырнадцать подарки детей. Девочки, да. Мне она очень нравилась. И я, там, половину, короче, на подарки. Половил домой, просто положил. Одна из самых популярных, мне кажется, тем, которые тебя спрашивают про девушек. Я все-таки хотела бы, чтобы ты... Вот то, что ты мне сказал в машине, ты сказал и объяснил свою позицию. Почему ты не любишь обсуждать девушек, когда вопрос тебе задают, какой типаж тебе нравится, какие девушки нравятся? Почему ты на этот вопрос никогда не любишь отвечать? На самом деле, очень много факторов, почему. Одно из первых, это то, что это личное. Типа... Второе, это... Когда я был маленьким, мне нравилась какая-то девушка, и она такая говорила, «Блин, мне так нравится Джейнсон Эклс из сериала «Сверхъестественные». Я такой, блин, надо сделать прическу, как у него. Блин, надо одеться, как он. Блин, надо то сделать. И у меня крыша ехала. Мне кажется, это бред. Это не то, о чем я должен думать в этом возрасте. И я боюсь, что наши, мои слушательницы, да, юные именно, если я что-то буду описывать, типа, такое, там, мне нравится, допустим, там, Меган Фокс, там, они такие, блин, все, я пошла, покрасилась, там, или Меган Фокс сделала каре, там, и Джонни выложил это в стори. Ну, в лучшем случае, а то нос еще прооперировать, губы. Ну, мало ли что, то есть это, ну, типа, я сторонник того, чтобы каждый оставался собой, вот, и искал себя сам, типа, конечно, можно кем-то вдохновляться и так далее, но не из-за того, что твоему, там, кумиру это нравится, ну, я не знаю, ну, не знаю, как правильно сказать. Ну, да, правильно, правильно ты говоришь. Ну, потому что ты, по сути, можешь влюбиться в любую девушку, неважно, как она выглядит, правильно? Абсолютно, абсолютно. То есть, девушки, вы понимаете, любая из вас потенциально может понравиться Джонни, просто поэтому он не хочет говорить, какой конкретный типаж ему нравится, но тогда скажи, какие черты тебе не нравятся? Сначала ты должна понравиться моей маме, да? Кстати, кстати. Потом моим сорокобратьям, потом в конце, там, отбор пройдет пахан, вот, потом мои сестры, вот, и только потом я паду. Подожди, какие черты характера, окей, тебе точно не нравится? Когда делают вид, что знают все в этом мире, мне это бесит, прям, блин, я бесит, вот, типа, человек, это даже не только девчонок касается и пацанов, но, знаешь, типа, когда ты говоришь одно, типа, я же всегда стараюсь открыто, честно, типа, ну, блин, я это не знаю. Да, типа, да, я не смотрел «Звездный войн», там, да, я смотрел, типа, а на самом деле… Ну, знаешь, это, конечно, самый тупорылый и легкий пример, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Да, конечно, 100%. Когда, типа, ну, нет, жизни надо так, то, сё, а по факту, типа, вообще по-другому, и, типа, я такой… Ну, это сравнивается с тем, что ты нечестный, что ты сам вообще не понимаешь, что ты хочешь от этой жизни и вводишь заблуждение других, типа… Ну, мне не нравится такая чета. Ну, когда начинаю трогать и так далее… А, типа, трогать за лицо? Всё, я всё, я прям пишу, я ухожу, как раз. Мне нравится заботливый, прям, очень… Это то, что тебе нравится? Это хорошо. Мне нравится, когда человек заботливый, и… Заботиться не только обо мне, типа, и покружая, ну, там, о доме, да, там, чтобы всё в чистоте было, я себе тоже, и когда… Когда, я не знаю, мне кажется, что такая, такой человек может воспитать хороших детей, да. Как минимум они будут чистыми, опрятными, и как-то тоже… Проявлять заботу тоже другим, и это в характере будет, и вот так пойдёт цикл. Просто, знаешь, люди должны помогать друг другу все, и первоначально, чтобы заложить в каждом такой характер, такое качество, надо, чтобы ты научил заботе своего друга. Есть люди, которые, типа, вот я щас ему чай, типа, поставлю, типа, и он подумает, что я заботливый. Это сразу видно. Типа, типа, похавли меня за это, типа, я сделала это, типа, вот сейчас большинство просто я таких встречал, там, в фильмах, в окружении, там, друзей и так далее, и я такой, типа, что происходит? Не пытайтесь казаться кем-то, просто, ну, это любой человек, абсолютно любой человек будет видеть, честен ты с ним или нет. Что для тебя деньги? Это для тебя важное? Возможности? Нет, это, ну, деньги – это круто, деньги – это возможность, деньги – это слабон, опять же, это шмотки. А шмотки – это что? Это уверенность в себе, это отличное настроение. В общем, это важная составляющая жизни, но не то, ради чего стоит, не знаю, убиваться или, там, вредить кому-то и так далее. А вот сколько тебе, как ты думаешь, нужно в месяц, чтобы тебя чувствовать классно? Много. Двести, триста, четыреста тысяч? Не, не, это… Это много? Это детский сад. Это мало, окей, миллион. Это очень мало, тоже мало. Ну, надо побольше, надо метить в пять миллионов, в десять миллионов в месяц, типа, ну, надо метить, мечтать не вредно, типа, я не говорю, что это у меня получится и так далее, но дай бог. Жизнь продолжается, я не остановлюсь на музыке, там, в дальнейшем, может, что-то тоже придет. И просто, я вообще, деньги – это в последнюю очередь, о чем я думаю, потому что, ну, типа, если ты занимаешься любимым делом, то оно тебе по-любому приносит удовольствие, и ты это делаешь от души, ты это делаешь с уверенностью того, что у тебя получится это, и ты это делаешь с большим энтузиазмом, ты просыпаешься с мыслями о том, что у тебя получится это, и ты это делаешь с большим энтузиазмом. Что ты будешь это делать, ты засыпаешь с мыслями об этом, ты ждешь концерта, ждешь, когда выход трека, там, и ты живешь этим. И когда просто капает, там, на карман, там, с концерта и так далее, ты такой, а, а, да, точно, я же зарабатываю этим, типа. А может что-то, например, заставить тебя отказаться от концерта? Ну, то есть тебе что-то, да? Что, например? За чего ты можешь не выступить, отказаться от корпоратива или концерта? Ну, вообще, типа, бывают организаторы очень плохие. Бывали ситуации, и они берут, продают больше билетов на много, чем есть по площадке место, вообще. И люди друг на друге стоят, да? Во-первых, и во-вторых, те, которые купили билеты, они просто на улице стоят и говорят, все, извините, двери запирают, нет места, типа. И были такие ситуации, это, ну, это отвратительно, типа, не знаю, чем думают эти люди, вот. Но иногда бывает... А вы потом их блок-лист ставите, да, чтобы с ними больше не сотрудничать после таких ситуаций? Ну, желательно, да. Иногда бывает, что и они тоже не знают. Иногда бывает, кто там махинации какие-то делает, фальшивые билеты продает, и люди приходят с билетами, а они, типа, не... Ну, то есть, блин, очень много разных ситуаций. Но еще может быть так, что, типа, если у меня настроения нет, типа, я не хочу давать концерт, мне кажется, это никогда не будет. Дай бог. Вот. Потому что мне... Ну, подожди, ты все год так вот прям активно контролируешься? Может, у тебя реально наступит момент? Может быть. Ну, если наступит такой момент, я просто добью все свои концерты, и, пожалуйста, я засяду в творчество и выпущу намного больше песен, чем могу выпустить. Потому что если бы не эти концерты, у меня песни больше было сейчас. Ну, кстати. Раз в десять, наверное. Ночью после концерта я поехал к маме. После того, как посидел, ну, с отцом пообщались, с братом, и я поехал в студию. Мы в студии поработали. Вы новый трек пишете? Да, я хочу сейчас написать. Вот. Еще круче, чем Комета. Я помню, что у тебя там следующий должен быть круче. Да. Ну, я сейчас хочу какую-нибудь такую танцевалку прикольную к Новому году. Не знаю. Мне что-то там душа пляшет, хочется что-то такое. Классно. Вот. И вот мы пытались сделать трек. Ну, что-то там набросали. И все. Я такой, все, надо идти спать. Я поспал три-четыре часа и вот приехал сюда. Да. Ты вообще раньше начинал с того, что делал каверы. Да. Каверы на певцов. Я люблю тебя, это здорово, это здорово. А теперь ты, значит, решил уже, судя по всему, с поэтами. Да, на поэтах или я не знаю. Ты решил какие-то реально в дальнейшем строчки разных поэтов добавлять в себе песни? Или это единый случай? Может, это не единый случай. Может, я буду так делать, но, может, не на постоянной основе и так далее. Ну, это творчество, опять же, если что-то придет в голову, то сделаю. Почему Пошкин? Ну, просто это стихотворение, оно, мы его все в детстве учили. И эти четыре строчки мне прям сбились в голову так, что никогда в жизни не забудешь. И как-то я писал песню до комменты. Ну, просто, когда мы сидели, музыцировал, работал. Я пропел эти строки, ну, просто они пришли в голову, и я как-то их решил пропеть. Там вообще другой мотив, абсолютно другая мелодия. Я подумал то, что это очень красиво, но я не стал это использовать в той песне. И я запомнил эту фишку и только подумал, блин, надо как-то эти строчки где-то использовать. Там по смыслу не подходило просто. А в комете я как-то проникся в песню и подумал то, что она очень подходит по смыслу. И мне понравилось, как она ложится мелодично, ну, и по музыке. И плюс я очень хотел это сделать, потому что, ну, это лучше, чем какие-то там всякие сучки, не сучки. Назвать девушек сучками, причем все это слушают, молодежь и сами подпевают, девочки сами же подпевают этим. Ну, как-то, блин, так не прикольно. Ну, да, но я решил, ну, меня очень много слушают тоже детей и бабушек, дедушек. И вообще, ну, очень такой возрастной контингент, такой разброс. Я сам удивлен от этого, но это прикольно. И из-за того, что меня дети слушают, я бы хотел, чтобы они тоже что-то полезное из песен могли извлечь. Потом начали приколы. Люди снимают с этим, типа, Вайны с кометой. Там человек стоит в школе, типа, пытается стихотворение рассказать. Он такой, блин, не могу вспомнить. Преподавательца ругает. И там человек такой, комета, Джонни, говорит. Он такой, а, бурю, говорит. Буря мглое небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. А с кем ты вообще из артистов и шоу-бизнеса общаешься, из хороших отношений? С Лэйм. Ну, это так, из Блэкстара, я говорю. Ребята, ну, знакомы, там, тоже с ребятами, там, с Натаном, с Назимой. Мишу Марвину тоже мы с ним. Ну, то есть, с Хамалином Ваимом, ну, близким. Ради я могу позвонить, там, в 3 часа ночи он там скажет, где в жопу. В Вегасе, вот здесь, там, в Крокусе проходило какое-то мероприятие, где мы сидели, ну, там был Лазарев, там были, ну, там было очень много таких артистов. На тот момент у меня тогда аллея только вышла, ну, то есть, мне просто, мне надо было просто одну песенку там спеть. Я сидел, на всех смотрел, ну, просто интересно было, на самом деле, наблюдать за тем, как они себя ведут, как они себя преподносят, как, кто со всеми, ну, кто как, с кем общается, там, сюсюкается, там, я не знаю, там, на ушко что-то шепчет, там друг другу смеются. Ну, и кто, что, расскажи. Нет, типа, я не подслушивал, я просто так, ну, язык жестов только смотришь. На самом деле, очень, ну, все дружные. Как говорил Высоцкий, я всегда вижу в людях хорошее, а плохое они покажут сами. И вот, пока жду этот момент, ну, конечно, не дай бог. Слушай, а Лена Темникова видела, тебя вроде лайк и ставит. Ты с ней знаком? Кто? Лена Темникова. Она ставит тебе лайки. Вы знакомы, да, с ней? Нет, мы не знакомы, так заочно, просто тоже... А, просто... Ну, да, в Инстаграме, да, ну, то есть, она 10 иногда. Ну, сейчас 21 век, каждый может в институт написать, там, ну, ты классный, там, удачи тебе, там, и все. Ну, вот кто, например, тебе написал, и тебе было очень приятно? Джок Халиб. Отозвался хорошо о моем творчестве, о нашем творчестве, о творчестве Раум Мюзик. И очень приятно, на самом деле, ну, от таких талантливых именно музыкантов слышать какие-то положительные отзывы на свой адрес. Извини, я эту песню очень люблю. Тебе придется ее спеть, просто для меня. Спешлый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok И я не знаю, что он такой. Я помню, я маленький был. Ха-ха-ха. Просто жемч! Крутейший! Он всю свою душу оставлял, он еще сверху добавляет, понимаешь? Он еще берет души других людей и в эту песню добавляет, понимаешь? Это настолько такая сила в человеке. Столько лет прошло и все равно на повторе все песни никто не может повторить. Никто не может понять, как он это делает. Знаешь, он жил, как будто бы опережал свое время. Все, о чем он пел, он гений. Я очень маленький был, в школьное время. У меня был телефон с Эриксом, я помню. А, Нокия, знаете, с клавиатурой. Я помню, у меня все песни Майкл Джекса. У меня вплоть до песни еще их акапеллы, просто акапеллы. Его голос без музыки. Плюс просто я настолько, конечно, заболел какое-то время. Но именно вокально, не танцевально, но вокально. Да, он просто коснулся. Я не умею петь, потому что… Ну, как бы мне, конечно, медведь не наступал на ухо, потому что слух у меня есть. Но вот голос с ним у меня немножко… Тембр прикольный, ну, разговор. Прикольный, да, у меня хриплый. А ты знаешь, что у меня всегда так, я не курю, никогда не курила. Мне все всегда спрашивали, почему у тебя такой прокуренный голос? Говорю, блин, ребят, серьезно, мне там знаешь… Стерелые прошлые. Да, да. Бомба. Миш, ты там жив? Я жив, тут у Джонни микрофон. А, выключу? Ты серьезно? Да, что вы. Мы на Жарам Мьюзик. И сейчас будут ребятам выручать диск платинового. И не один, несколько. Мы находимся сейчас в офисе музыкального лэбла Жарам Мьюзик. Мы собрались, чтобы наградить талантливых артистов Рава Мьюзик. Эльман, Андро и Джонни, которые выпустили в этом году очень много сверхуспешных синглов. Два сверх крутых и успешных альбома. На самом деле их альбомы и синглы настолько быстро достигают платиновых золотых статусов, что мы не успеваем их даже печатать. Песня «Звезда», я помню, как мы ее делали с ним в студию. В студии выгоняли там какие-то последние… Точнее, они ее сделали, а потом пригласили меня, чтобы я там какие-то там что-то посоветовал. Спасибо. Советы мои никто не учел, но песни все равно. Да? Класс. Спасибо. А мне у нас получило три заплатинового статуса. Да, но, но, но. Пока мы печатаем диски, она стала пять расплатиновой. Ну и, наверное, мы покончим с Жоней сразу. Также мы хотим дать дважды награду за дважды платиновую статус песни «Без тебя не я не я», которая была записана совместно с артистами Хамалинова И, которые недавно также здесь получали свои диски. Ее же? Да, они получили такие же экземпляры для себя. И это первая большая работа с большими артистами была у Жоней. И сейчас ты красавчик. Спасибо. 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 А вы все на одних условиях враве? Ну, то есть у вас всех? Ну, все участники? Ну, у нас четверо. Всех нас. Нет, мы втроем. Я Андро Эльман, мы как основатели. Вот. И Гафур уже присоединенный артист. Такие его типа подписывали. Да. А у нас вообще с Гафур, мы втроем отдельная история. А последующие артисты, один из первых – это Гафур. У него совсем другой контракт. И последующие артисты, которые будут, у них тоже у всех. Понятно. То есть у вас равноправие, а все остальные, они новые, и с ними уже другие заключают условия, да? Да, да. Ну, и во главе у нас руководитель Эльман. Угу. Вот. И… Ну, придумали все это, создали мы. Да. Я записывал каверы в Инстаграме, и мне написал Эльман в Инстаграм. И он подружился со мной. И он… Мы встретились, попили чай на Арбате в Чайхане. И он рассказал мне о том, что… Ээээ… Ты… Ты… Ну, типа… Чем ты занимаешься? Че ты делаешь там? И он просто, знаешь, объяснял мне о том, что… А, в этой жизни надо, ну, как бы… Надо рекламу вложиться, знаешь, в Инстаграм и так далее, и так далее. типа надо как-то действует писать больше материала писать свои песни и так далее просто просто хотел помочь и я ему я мигура почему ты решил ну почему я почему-то меня позвал он говорит ну знаешь как-то в раз типа когда я тоже как-то начинал что-то записывал не на тот момент 4000 подписчиков было вот альмана уже где-то под сотку он говорит когда я начинал мне тоже также написали и также позвали пригласили и я я посчитал своим долгом тоже кому-то также помочь и теперь я считаю своим долгом также кому-то помочь по каким вообще критериям вы отбираете артистов и вообще можно ли попасть сейчас еще на лейбл или все вы пока временно ну вообще мы хотели бы какую-нибудь девушку ну типа мы хотим у нас тоже там свои заморочки на этот счет вот и это просто так то что мы говорим никакие действия мы не принимаем и может ближайшее время не будем здесь практически просто уже убийство происходит через 10 минут мы выйдем что не так у нас потом шоу отлично у нас логинай шоу я не могу пропускать логинай шоу просто через десять или через два у нас готово всего ресторана к этому шоу хорошо так вы знаете сколько у нас программа идет а может у нас 3 поэтому я не люблю рестораны я не знаю держись так вы делаете на ровном месте вообще я логинай шоу после вас сразу отлично жгите ровно в девять он должен выйти на сцену если не выйдет мне кажется директор она что-то с ним делаем красивый очень красивый давай давай смотри девочка тебе машет а вот сладкая привет привет как хорошая привет давай идем да Здесь очень много еды, очень много еды, ребят, просто посмотрите, сколько еды, меня даже угощали, просто казалось, что она немножко с луком, но не важно, но он практически ничего не съел, кроме куска мяса, ты прям на каком-то хелси лайфстайле, что ли, ты там, типа, белок вечером или что? Просто хотел попробовать медальон. А в райдере у тебя все-таки еда прописана, то есть все, что здесь, это по райдеру или просто? Ну, вообще, там просто фруда, это фрукты, сэндвичи и овощи, там, орехи, ну, ничего такого, сверх. Алкоголь? Просто алкоголь, да, конечно, а еще надо учитывать, что это райдер на троих, вот, потому что мы часто втроем выступаем с лейблом, с Эльманом сам, вот, и, как бы, иногда, допустим, вот лекарства, которые там стоят, это не мой, не мой райдер, ну, это в райдере, но это не мое. А, прикольно, даже лекарства я даже не обратила внимание. Да, потому что, вот, Андро, он тизином пользуется все время сосуды сажающими, вот, и, вот, колоночки там даже есть какие-то. Да, вот это что? Да, только, ну, вообще, это должны были быть колонки, но, видимо, пороленились. Так. И решили дать нам какой-то микрофон. Это колодки такие? Ну, типа, должны были быть колодки. А я думала, ты выступаешь золотым микрофоном. Вообще, да. Покажи свой микрофон. Да, покажи, а что, где он? А, ну, все, практически, ребята, реально золотой. А ты как-то распиваешься перед концертом? Ну, на чеке, когда звук проверяем, как раз там и распиваюсь. Ну, а вообще, в целом, какие фишечки есть такие, чтобы голос поставить перед, может, сейчас покажи нам? Я сначала, я всегда пою песню без тебя, не я. Это очень хорошо распиваться, потому что там есть и низа, и верха, и всякие, там, игра голосом, там, мелизм и так далее. В общем, прогреваются хорошо связки, хорошо прогреваются, и все, в принципе, я готов. Мы когда сюда зашли, я спросила как раз хостес, она сказала, что здесь 200 человек, 200 посадочных мест, и все забито. Я сейчас прошлась, я офигела. Мало того, что забито, там одни девушки. Это у тебя всегда как на концерте девушки такие все красивые? Ну, в основном, аудитория у нас женская, да. Ну, не просто женская. То есть, я вот знаю многих артистов, у них много детей. Ну, дети, там, подростки. А у тебя реально девушки, прям девушки постарше? Ну, вообще, будет звучать как будто хвастать или еще что-то, но на самом деле, моя аудитория, она прям до девяносто девяти лет просто, потому что я видел на концертах и бабушек, и дедушек, и детей вообще вот таких маленьких, которые реально в голос поют песни, и говорят, не просто пришли там, ну, поддержать там внука или там, а они реально по-моему поют, и в директе даже есть продвинутые бабульки, которые пишут, говорят, это, это круто. Ну, а как ты думаешь, почему? Ну, наверное, потому что, ну, в песнях нет ничего такого прошлого и чего-то плохого, негативного, не знаю. И есть какой-то смысл, своя история, в котором каждый человек может что-то найти, а детям может, ну, может нравится, ну, волос, может, не знаю, может сама мелодия. У вас же недавно состоялся большой концерт на 8 тысяч человек, на 7 или на 8 тысяч, да? На 7 тысяч. На 7 тысяч, ну, как бы, да. Обычно все преувеличивают, значит, нет, на 7 тысяч. Насколько вот ты ощущаешь эту разницу петь для такого большого стадиона и вот все-таки для маленького ресторана на 200 человек? Маленький ресторан на 200 человек – это очень редкий случай, я обычно не выступаю так. Но мне, конечно же, нравится, когда очень много народу и для меня вообще вот и в идеале, если где-то там 2 тысяч человек, это вот для меня идеал. Но это просто вот классный концерт, где я всех вижу и они меня тоже видят, ну, это круто. А когда слишком много, вот 7 тысяч было, вот ты выступаешь, вроде их много, но ты хочешь каждому улыбнуться, посмотреть, там, помахать. И ты можешь захватить там поле зрения, там, определенное количество людей. Но тех, кто сзади, ты даже не знаешь там, кто пришел, кто ушел, что произошло, и как-то я не знаю. Но все равно, конечно, пробирает очень прям, когда ты выходишь на сцену, увидишь, ты бросишь их там и дожечь фонари, и там все зажигают фонари, и ты просто стоишь, господи, как у вас много. А когда песни еще подпевают за тобой. Там прям это сын вообще. А я видела, ты в Челябинске сейчас просто в толпу упал. Это вообще как-то решено. но мне кажется это некрасиво но просто мы там такой контакт нашли с зрителями и мы сами ну договорились я всегда знаете когда вы маленький там насмотрел видео где звезды там обычно это рок-стары да какие-то там они с разбегу нам прыгать в толпу там бешеный вот эта энергия я подумал прикольно было бы тоже попробовать ну и вот попробовал класс если бы пушинка а какой концерт тебе запомнился больше всего много на самом деле просто каждый по каким-то факторам вот допустим у меня был по концерту в узбекистане где один он был крутой он мне запомнился почему потому что это был первый мой концерт где собралось 3500 человек 3500 человек и на сольном я прям был в шоке и после концерта я смотрел видео как люди ходят по метро и они поют аллею там песни в сургуте мне понравилось почему потому что он пришел очень так прям очень уютно там было то есть не много народа 2000 мы выступали с ребятами с эльманом с андрей мы это был по моему один из первых концертов когда мы начали просто вот просто вот общаться знаешь там шутить шутки там говорить все как есть я по сцене ходил убирался там эльман ведет концерт там что-то рассказывает зрителями такой джонни ты же согласен это а я там этот убираю что-то джонни чё делаю да я убираю что-то типа все такой максимально такой свободный в анапе выступал мне впервые в жизни девочка маленько вышла цветы джонни поднял момент который очень затронул мне кажется ты у меня на родине был я из абхазии самая сухома по крайней мере думать это капец это наш тоже один из первых концертов когда мы вот в стадион мы с ребятами тоже выступали там это было просто что зачем-то мне кажется там очень любого панель на улице все было и там просто такая отдача была у вас весь концерт были мурашки какие-то подарки тебе запомнились которые тебе делали поклонники недавно мне сделали подарок я был в шоке вообще подарили билет на концерт джеймс артур я делал просто и такая причем этот человек который подарил она не просто так случилось во все это делать и хочешь там можешь то поехать или она узнала если у меня даты что-то там не знаю радио или еще что-то и концерт узнала что я свободен в этот день 28 января у тебя есть какая-то еще мечта вот побывать на чем-то концерте бруно-марс обожаю вопрос про корпоративы насколько они вообще у тебя часто бывают и любишь ли ты на них выступать если честно нет если сравнивать концерты где там очень много людей там все поют там твои песни там какая-то энергетика и вы делитесь друг с другом и вот этого там уютное такое домашний где много незнакомых людей ты как бы среди них и поешь ты весь ней это конечно же лучшее когда это а какой самый необычный корпоратив у тебя был да не все к одинаковые вообще какие у тебя планы дальше ну помимо творчества ну вообще я пока что не хочу думать о чем-то но сейчас я хочу просто больше времени идите мне творчеству чему-то такому просто год это реально да да может я быстрее вы очень быстро добился что-то там у нас получилось почему мы сами в шоке и я сам в шоке но как бы по факту для меня этого только мы пусть мы давно движемся но для меня это мы только только что-то что-то начинаем начинает получаться и потому что опять же у нас цели большие на плане творчества и хотелось бы в этой в творчестве преуспеть еще больше и больше что касается отдельных каких-то тем по это там одежду про всякие там может заведения может еще что-то еще что-то я хочу это сделать не хочу чтобы это было души блин не просто типа вот у меня есть возможность я хочу открыть линию одежды чтобы там заработали бабки а не из-за этого просто типа чтобы но это принесло кому-то пользу вот я хочу чтобы вы слушали хорошую музыку через хороший колонн как реклама регламина сами пользуемся и как бы ну мне нравится красиво прикольно вот и условия такие условия такие а вы должны в комментарии под этим видео угадать как меня называют по имени брат мой родной брат вот первый кто отгадает правильно назовет это имя получит эту колонку также вы не забывайте подписываться на канал чтобы красная кнопка стала серой и вообще ставьте нам лайки пишите комментарии и может быть вас будет эта колонка дома и вот с таким вот бонусом спасибо